Нелётная погода, аэропорт Барнаула из-за густого тумана не принял три самолёта. Больше двухсот погибших за год в Барнауле почтили память жертвы ДТП. Эко-невидаль в Белокурихе замечен летающий пингвин. Аэропорт Барнаула из-за густого тумана. По информации сотрудников Барнаульского аэропорта, некоторые компании вынуждены задержали утренние вылеты, в частности в Москву. Так, на один из рейсов вылет отложили на целых 13 часов. К этому времени Барнаульский аэропорт работает в полном режиме. Три человека погибли при пожаре в Тальменском районе края. Трагедия произошла ночью 18 ноября в четырёхквартирном доме на станции Озёрки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь пытались потушить около двух часов. Очагом возгорания стала крыша дома. Оттуда пламя распространилось по всему зданию. Тела нашли на месте уже после разбора завалов. Спасти людей, как сообщают сотрудники МЧС, не представлялось возможным даже при работе целой бригады пожарных. В момент прибытия пожарных расчётов крыша одноэтажного жилого дома горела открытым огнём. На место происшествия были привлечены значительные силы и средства. Четыре автоцистерны и 11 человек личного состава, в том числе добровольные пожарные. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Разрезали на части автомобили и запускали в небо белые шары с именами погибших. Таким образом, в Барнауле накануне почтили память жертв ДТП. Его, по традиции, во всём мире отмечают в 3 воскресенье ноября. Подробнее Илья Кочетков. Больше 2500 ДТП с начала текущего года произошло в Алтайском крае, по данным регионального ГИБДД. В них погиб 201 человек, из которых 11 дети. Правоохранители подчеркивают, это на 9% меньше, чем в прошлом году. Но цифра всё равно остаётся слишком большой. Ведь за каждой из них чья-то прерванная жизнь. День жертв памяти ДТП начали отмечать больше 10 лет назад по инициативе ООН. Когда стало ясно, число автомобилей на дорогах в мире стало расти угрожающими темпами. Среди тех, кто пришёл на памятное мероприятие в Барнауле, большинство водители. Они уверены, такие акции не проходят бесследно. Обычно все живут в рамках своего маленького мира. А данная акция позволяет расширить кругозор и увидеть, что мы все отвечаем не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих нас, в том числе и других водителей, и пешеходов, и пассажиров. То, что водителей и общества в целом надо в первую очередь воспитывать, согласен Алексей Курелёнок, создатель интернет-сообщества «Барнау-22», где проблема аварийности на дорогах одна из центральных. Но он также уверен, по-настоящему улучшить статистику можно только если работа общественников, силовиков и спасателей будет совместной и слаженной. Обычно опубликовать видео в интернете последствия аварии, это, ну да, зацепит, но ненадолго. А когда люди видят реальные машины, где погибли вот здесь люди, и это реально сейчас, они будут смотреть, как проходят спасательные операции, то мне кажется, это в голове засядет надолго. И вот ситуация, близкая к реальной. Погасить пылающий автомобиль, эвакуировать пострадавших. Здесь, к счастью, людей заменяют манекены. На все это у спасателей есть считанные минуты. Присутствующие признались, что эти образцово-показательные действия вызывают единственное желание – никогда не быть свидетелем, а тем более участником подобных трагедий. Илья Кочетков, Александр Антропов, Наши новости. Непобедимые готовы покорить старый континент. Непобедимые – так называется композиция, которую представит певица из Барнаула Анна Филипчук на детском Евровидении. Финал назначен на 25 ноября в Минске. Сейчас у Ани идут заключительные репетиции перед выступлением. Куда она попала сквозь сито всероссийского отборочного тура. Одно из главных требований – песня «Ранее нигде не должна издаваться», обязательно звучать на русском и английском языках. В жюри вошли известные представители отечественного шоу-бизнеса, к примеру, Игорь Крутой и Лариса Долина. В результате на международный конкурс решено было отправить именно нашу землячку. Мне удалось пройти национальный отбор и стать представительницей России на этом престижном конкурсе. На его результаты огромное влияние оказывает онлайн-голосование зрителей. Голосуй за меня, вы проголосуете за нашу страну. Я очень надеюсь на вашу поддержку. В Белокурихе замечена птица-пингвин. Так, пользователи интернета окрестили необычную пернатую, которую заметили в городе. Позже выяснилось, что это оляпка – водяной воробей или водяной дрозд. Живет птица у незамерзающих рек, где находит пищу. А пингвином ее успели прозвать за черно-белый окрас и отличные навыки плавания. Нырять она способна даже в ледяную воду. Эту представительницу мира пернатых засекли прямо в центре Белокурихи, рядом с курортной поликлиникой. Отмечается, что эти птицы ведут уединенный образ жизни, не образуя скоплений. Так что оляпка на людях – довольно редкое явление. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру. В крае переменная облачность. В большинстве территории снег. Минус 6 градусов близки из Миногорска. До 10 морозов. В Камне на Аби. В Барнауле до минус 10. Возможен снег. Юго-западный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова